Власти Греции намерены отложить июньские выплаты Международному валютному фонду объемом 1 миллиард 538 миллионов евро на полгода, пишет издание Sputnik News со ссылкой на германскую газету Bild. Ранее Афины заявили о планах объединения 4 платежа, которые должны быть перечислены МВФ в июне и выплатить ему сразу всю сумму в конце месяца. Ранее зафиксирован лишь один случай применения этой практики. В 80-х годах к ней обращалась Замбия. Очередной раунд переговоров относительно программы финансовой помощи Греции назначен на 18-19 июня в Люксембурге, где соберутся министры финансов стран Еврозоны и представители греческого правительства. Цитата, если в ходе этой встречи не будет достигнута договоренность, то в пятницу вечером будет созван чрезвычайный саммит глав государств и правительств стран Еврозоны, на котором будет предпринята попытка найти политическое решение проблемы, пишет Sputnik News. Напомним, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с CCC+, до CCC с негативным прогнозом. В агентстве отмечают, что в течение года Греции грозит дефолт по ее коммерческим долгам, завершает статью издание. Призрак 1937 года вернется на рынки через три месяца, сообщает CNBC. 17 сентября 2015 года через три месяца Федеральная резервная система может повысить ключевую ставку впервые с 2006 года, считают в Bank of America. И это событие станет концом эры избыточной ликвидности. Ожидается, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов. Цитата. Повышение Федрезервом ставки гарантирует возвращение призрака 1937 года и огромные фондовые потери, констатирует журналист. Трукмения обошла Британию по качеству жизни, пишет Independent. Сайт numbeo.com провел опрос среди онлайн-пользователей. По его результатам, Швейцария, Германия и Швеция признаны наиболее подходящими для жизни государствами. Опрос учитывает семь факторов качества жизни. Покупательную способность населения, безопасность, здравоохранение, инфляцию, соотношение цен на недвижимость с уровнем доходов населения, время поездки на работу и обратно, а также экологическую ситуацию. Цитата. После первой тройки в рейтинге в порядке убывания следуют США, Финляндия, Дания, Австрия, Австралия, Канада и Новая Зеландия, говорится в статье. Британские средства массовой информации, ознакомившись с обнародованными результатами, подчеркивали, что Британию, оказавшуюся на 16 месте, на одну строчку обошла Туркмения. Опрошенные полагают, в частности, что в Туркмении безопаснее, здоровее и чище, чем в Великобритании, а до места работы можно добраться существенно быстрее. Согласно опросу, в Швейцарии отмечен наиболее высокий уровень покупательной способности, а в Японии самый высокий уровень здравоохранения. Среди государств с отрицательным индексом качества жизни оказались Венесуэла, замыкающая рейтинг из 86 стран, Монголия, Вьетнам, Египет, Бангладеш и Камбоджа. Казахстан расположился на 63 месте, Россия на 72. Картина «Мир юрского периода», снятая студией Universal Pictures, установила новый рекорд по кассовым сборам за первые выходные проката. Фильм про оживших динозавров собрал в мире 524 миллиона долларов, сообщает газета Huffington Post. Таким образом, четвертая часть серии, начатая в 1993 году, превзошла по сборам последний фильм про Гарри Поттера, «Гарри Поттер и дары смерти», часть 2, заработавший 483 миллиона долларов в 2011 году. В США и Канаде «Мир юрского периода» заработал 208 миллионов. Это больше, чем предыдущий рекордсмен, фильм про супергероев «Мстители» — 207 миллионов. За пределами Северной Америки кино, спродюсированное Стивеном Спилбергом, также установило новый рекорд сборов — 315 миллионов долларов. Цитата. Из-за успеха фильма «Мстители 2. Эра Альтрона». «Мстителей 3. Эра Альтрона» «Мстители 3. Эра Альтрона» Субтитры создавал DimaTorzok